Помните, в детстве, ну, по крайней мере, в моем детстве, были такие конфеты, морские камушки. Это был изюм в какой-то сахарной такой оболочке. Его продавали на вес, мы детьми очень часто ходили в магазин и просто обожали эти сладости, потому что можно было взять горстью, положить в карман и идти просто есть как семечки. Тогда, конечно, меня это мало интересовало с точки зрения, как это готовится, но сейчас у меня появился к этому интерес. Я решил, думаю, а как же это делается? Оказывается, для этого существует дрожжератор. Это такая машина, которая позволяет делать вам конфеты дрожжей. Внутри может быть все что угодно. Орех, изюм, курага, какой хотите фрукт, вернее, какой хотите сухофрукт или орех. Сейчас покажу, как это работает. Очень прикольная штука. Все максимально просто. Нам понадобится фундук жареный и шоколад. Какой шоколад, решайте сами. Молочный, темный, белый. Можете сделать несколько слоев, заворачивать один, заворачивать другой. Машинка работает очень просто. Мы включаем барабан, он начинает крутиться. И мы засыпаем туда орехи. Сейчас все покажу. Моется достаточно легко. То есть можно полностью открутить барабан и помыть его под обычным краном, теплой водой. И потом вернуть обратно. Вот, собственно, и вся уборка. Итак, берем фундук, загружаем внутрь. Самое главное, что когда я искал такую штуку, я находил дрожераторы, которые присоединяются к машинам, к миксерам. Например, к какому-нибудь KitchenAid или к Cooking Chef, по-моему, я не находил. Но вот KitchenAid точно были. Но это всегда вопрос. Есть какие-то производители, которые говорят, что это совместимо с какими-то миксерами. Непонятно, как это совмещать. Ну и, собственно говоря, цена, конечно, запредельная. Вот, а потом мы увидели наших ребят, российских, к слову, Дима, человек, который является одним из основателей компании Кадзама. Он как раз из Екатеринбурга. Это в Тройне или в Пятерне или в Десятерне приятно. Вот, мы съездили к Диме в гости на выставку. Он нам показал, какая-то штука работает, и мы не удержались и купили ее. Итак, мы с вами запускаем дрожератор. Машинка крутится, орехи внутри. Нам понадобится шоколад. И для того, чтобы его не темперировать и не заниматься возеканем по столу, мы уже будем использовать так называемое масло шелк, прикристаллизованное масло, которое мы уже о нем рассказывали в другом видео. Один процент на массу нужен для того, чтобы затемперировать шоколад. Беру лопатку. И начинаю добавлять мой оттемперированный шоколад небольшими частями внутрь машины. Помогаю на первом этапе орехам обваливаться в шоколаде. И таким образом буду добавлять шоколад раз за разом, постепенно, по чуть-чуть. Много делать не нужно. Самое главное, чтобы ваш шоколад был оттемперированным, и температура его была около 30 градусов. Можно использовать также кондитерскую глазурь. Не обязательно использовать шоколад. Она более сладкая, но и менее дорогая. То есть гораздо дешевле, чем шоколад. Начнем добавлять белый шоколад по чуть-чуть, чтобы получить конфету двухслойную. Самое главное не торопиться добавлять шоколад для того, чтобы орешки не слипались друг с другом. И после каждого добавления шоколада мы перемешиваем их, чтобы они продолжали оставаться отдельно. Если вдруг какие-то моменты мы понимаем, что есть шоколад, есть конфетки, которые слипаются друг с другом, мы их просто вручную можем потом рассыпить. То есть это такой... Мы сделали форму камня максимально естественную в природе. Покрасили ее тоже в такой же цвет. Ну, такая машина позволяет делать абсолютно круглые конфеты. Мы ближе к природе. То есть напомню, здесь у нас с вами в составе сначала идет темный шоколад. Да? Потом мы сверху покрываем белым шоколадом. И потом... Ну, или лазурью. И сверху мы сделали небольшое количество бронзового кандурина, для того, чтобы дать вот этот вот красноватый немножко оттенок и блеск. Добавляем.